Привет, друзья и подруги, приветствую вас, Армия Драконов, обзор на Дэдпула и Росомаху. Дождались мы, вселенная МСЮ наконец-таки издает какие-то признаки жизни. Там появилась жизнь за многие-многие уже месяцы, да уже годы. Для кого-то МСЮ и супергеройка закончилась на Войне Бесконечности, для кого-то на появлении Трёх Пауков. Когда я, казалось, вот там финальная точка была для меня, разборы Локи, второй сезон, мне казалось, красивый финал, но там уже признаков жизни вокруг не было. Такое чувство, что смотрел ты и еще пара человек. И, наконец, вот что-то, что собирает кассу, наконец-то что-то, что привлекает внимание людей, восстанавливает вот эти ощущения, которые мы когда-то испытали давным-давно с Тони Старком в первом «Железном человеке». Давайте подробно, бесспойлерно вам сейчас расскажу, что же там получилось и есть ли будущее у МСЮ, есть ли возможность, что будет так же, как в тех фазах. Опять люди придут, опять будут собирать кассу, опять будет это интересно, и этот аттракцион попкорновый будет дарить нам то, что дарил ранее. Ну, начнем с истории. Беспойлерно расскажу завязку, что здесь происходит. Итак, у Дэдпула, как всегда, задача невозможная – спасти свой мир. Но для этого нужен человек архиважный для этой линейки. И архиважный оказывается, конечно, не он, а Росомаха. Но в его вселенной Росомаха, как вы помните, в фильме «Логан» погиб. Его нету, конец. И вот дальше либо воскрешать надо попытаться, ну, если что-то получится, либо из другого мира найти Росомаху, достойного Росомаху, который в тандеме с тобой спасет твой мир. Вот приблизительная завязка, которая у нас здесь есть. А дальше начинаются приключения этого тандема. И сильная сторона всей этой истории, ну, во-первых, в двух персонажах, наконец-таки вместе они, Рейнольдс и Джекман. Казалось, Джекмана больше не будет. Уже на пенсию его отправили и уже выбирали, кто же будет новый Росомаха. Том Харди или Генри Кевилл, может быть. Но точно уже все, Джекман на пенсии. Оказывается, нет, все только начинается. Возможно, это большое будущее и большой задел. И мы еще раз его увидим. Более того, будет гораздо лучше и мощнее, чем его же сольники. Ну, вы знаете, его сольники, нельзя сказать, что они прям были шикарными. Не Ахти сольники, Росомахи были. Вот. Тандем и взаимоотношения. На чем выстроена вся эта история? Два очень разных характера. Ну, вы знаете, они дико напоминают характеры Шрека и Осла. Ну, Дэдпул в данном случае. Не замолкающий. Холерик постоянно что-то болтающее и весь в себе абсолютно загруженный, очень серьезный Росомаха. И вот этот контраст, это сочетание, оно поразительный тандем, за которым ты готов наблюдать очень и очень долго. Также здесь есть эта важная, сильная сторона Дэдпула. Он постоянно ломает четвертую стену. Он постоянно говорит и обсуждает вселенную MCU. Все косяки последних лет вселенной MCU. Издевается, надсмехается над тем, над чем надсмехались зрители. Все ошибки, которые были совершены за эти годы. И, казалось бы, это нельзя делать. Это нарушает главное правило кино. Не ломать четвертую стену. Почему? Потому что пропадает этот эффект реальности происходящего. Ну как, как только ты говоришь, что это все мы здесь делаем не по-настоящему, ты ломаешь вселенную. Здесь же обратный эффект происходит. Какой? Таким образом, ломая это, говоря вещи, которые мы и так знаем, удивляясь как фанат тому, чему бы удивились фанаты, зрители, которые любят все это. Он приближает зрителя и как бы дает тебе руку туда, в этот мир. Ты попадаешь туда, короче, вместе с ним. Поэтому здесь, ломая четвертую стену, он наоборот приближает зрителя к этому миру. Он становится источником возможностей тех фантазий. И вообще, в целом, вот этот фильм, пример, как и начало, с чего и зарождался Дэдпул, чего? Вот то, что обычно не происходит. У фанатов всегда и у зрителей есть свои желания и фантазии, свои представления. А было бы круто, и дальше начинается, чтобы вот так и так, вот так и так. И обычно, что мы получаем? Ничего подобного. Потому что бродюсер, у него свое видение, и плевать он хотел всегда. Но не здесь. Здесь тебе дают именно представь, что было бы, если в режиссерском кресле и кресле сценария был бы зритель. Именно это ты получаешь. С самого начала сам факт тандема. Дальше, наконец-то, Росомаха в том самом одеянии, которое все ждали. Которое, когда вышли еще давным-давно, Люди Икс, ему не дали. Вместо этого он в куртке ходил кожаной. Да? Это все вот эти детальки плюс дополнительные, которые не будут спойлерить. То есть те фантазии и те мечты зрителей, они такие, пожалуйста, бери это. Ты же это хотел увидеть. То есть то, что последние годы MCU вообще не давало нам, здесь с лихвой, понимаете? Сверху с неба льется и льется этот поток фантастической информации. Юмор, как всегда, отменный дэдпуловский. Хардкор, соответствующий также дэдпулу. Но еще раз говорю, вот самая-самая мощная сторона этой комментарии дэдпула. Когда он начинает просто вести диалог со зрителем. И говорит нам, вот, вот, допустим, вот, 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 вот этой драки вы ждали же. Сейчас, подождите, все сейчас невероятно ждут этой драки. Все еле-еле дышат. Стоп, стоп. Ну подготовься. Ты же понимаешь, что на тебя смотрят, столько лет этого ждали. Вот эти постоянные комментарии, наоборот, нас приближают туда, загоняют нас. Кроме этой самой истории и приключений, за которым просто приятно наблюдать, еще есть камео. И слово камео здесь выведено на другой совершенно уровень. Опять же, самые твои дикие фантазии реализуются. А вот настолько, вот настолько вы отнеслись к этому всему. А вот ни один, ни два, ни три человека мы получаем. Да и каких людей получаем? Короче говоря, челюсть будет отваливаться. Но, если вы, конечно же, любили MCU, если вам, конечно, было не все равно. И вы с удовольствием вспоминаете те дни, когда супергероика была хороша. Когда вы приходили и садились на этот кайфовый аттракцион. Когда это не было так скучно. Здесь ровно все это есть. Поэтому вы получите спайл на это для любителей MCU в лучшие ее годы. 10 из 10. Скупая мужская будет обязательно у тех, кто посмотрит этот фильм. Да. И женская тоже будет здесь. Потому что здесь все есть. Все, чего так не хватало все эти годы. Поэтому я сказал, появились, наконец-то, признаки жизни. А жила эта вселенная интерес к ней. И сборы уже вот первые доказывают то, о чем я здесь говорил. Поэтому получите невероятное удовольствие от просмотра этого фильма. Если вам нравилось MCU. Наконец-то, за долгие годы это работает. И могу однозначно уже сказать, исходя из сборов первые дни. Исходя из того, что было на экране. Конечно, у этого будет сиквел. Это не просто третья часть Дэдпула. Нет. Это первый фильм этого невероятного союза. Хью Джекмана и Рейнольдса. Росомахи и Дэдпула. Более того, они все время постоянно на разные шоу теперь ходят. Хотя этот фильм не требует рекламы. Я буквально вчера еще смотрел их. Посмотрите, заветую. Где они острые крылышки кушали. Разных соусов. Все более-более острый соус. Джекман просто ушел в конце. Просто лились слезы. Он задыхался. Оно того стоит. Они и в жизни тандем. Вы знаете, у них химия есть в жизни. Поэтому на экране не приходится стараться. То есть явно видно, что актерам кайфово вместе работать. В общем. Чего дальше меня слушать? Надо смотреть. Дальше я немножечко спойлерну. Уже поговорю о спойлерах, которые были. А вы. Это более чем достаточно. То, что я сказал. Бегом смотреть. Но перед этим скажу. А что будет супергеройкой в будущее? То, что сиквел обеспечен, гарантирован, забетонирован. Это факт. То, что мы увидим еще двоих этих героев еще раз на экране и будем кайфовать. Это факт. Но будущее есть у Марвел супергеройки. Как было раньше. Это нет. Это не спасет. Никак не спасет. Вы скажете, почему? Я анализировал этот момент и хотел рассказать тем, кто не слышал. Такое в кино происходило уже не раз. Поэтому я знаю. В кино была эпоха нуара. Это такой мрачный детектив, если знаете. Потом он закончился. Потом были вестерны. Дико все ходили и смотрели эти вестерны. Они закончились. Потом была эпоха боевиков. И казалось, вот они-то вообще никогда не устареют. Можно было сказать, ну нуара устарел. Эти какие-то вестерны устарели. Но боевик-то не устареет. Никогда. И он устарел. Что случилось? В определенный момент, знаете, меняется дух времени. В определенный момент происходит перенасыщение историей. Ты настолько вдоль и поперек уже обходил вот этот детский мир, который тебя когда-то завели. И ты восхитился поразительный с Тони Старком. В определенный момент, то есть ты уже все ходы попробовал. Все уже наелся всего. И поэтому даже сегодня я вам скажу, ну на пределе возможностей работает на удивление этот фильм, что просто собрать хорошую кассу. Раньше это делалось на раз-два. Раньше достаточно было вот так сделать. И так собирала кассу. Даже средние фильмы. Я почему вспомнил DC и Флэша. Флэш в те времена, золотые времена, супергеройки, вторая фаза Марвел, например, и начало третьей, Флэш бы собрал шикарную кассу тогда. Даже Блэк Адам бы собрал с Дуэйном Джонсоном проходнейший фильм. Сегодня надо дико удивлять, дико поражать. Только такие фантастические тандемы. Почему? Зритель перенасытился супергеройкой. Ее время ушло вот как массовое явление, я имею ввиду. Когда можно вот доить постоянно его. Нет, как козу. Никто не смотрит. Я еще раз говорю, я на Локи уже понял. Локи крайне годный сериал был. Я всегда думал об этом. Блин, лет 6-7 назад. Такой же сезон Локи, да он был бы культовым. Все бы это смотрели. Все бы ходили с этими майками мисс-минутки и все такое. И Канг бы их интересовал. И все это. Сейчас этот интерес крайне сузился. Время супергеройки закончилось. Поэтому не надейтесь, что вернется что-то. Нет. Будут вот такие точечные работы, которые зрители будут смотреть. Как было раньше до супергеройки. Кто помнит? То есть, ну, Бэтмен всегда отдельный фильм. Сольник Бэтмена будет собирать. Там Джокер отдельно соберет у DC. Отдельные вот такие тандемы. Рейнольдса и Джекмана. Соберут, безусловно. Но чтобы вот штамповать как вселенную, как раньше было. И все ходили туда, как на горячие пирожки. Такого уже не будет, друзья и подруги. Да, вы, наверное, увидели сзади Рейниру и Алисенту. Кто не в курсе, кто в подводной лодке. Здесь эпичные, глубокие, огромные разборы. Дома дракона проходят. И завтра будет еще одна серия. Поэтому подписывайтесь. Обращайте внимание. Ну, а теперь давайте о спойлерной части. Остальные можете уходить, отдыхать, искать, смотреть фильм. Что о спойлерах хочу первое сказать с самого начала. Ну, мне понравилась вот эта линия в самом начале, когда он пытается воскресить Резуррекшн. Да, Логана. Того самого, который в фильме Логан драматически умер. Вся эта сцена была безумно охрененная. Да, с отсылками и к Mortal Kombat'у там, которыми были с невозможностью его воскресить. Дальше эти путешествия по разным Логанам. Это было пирож. Можно было еще немножечко это подзатянуть. Я еще бы версии 6 Логанов и вы, наверное, бы увидели. Да, и все это подзвется Power of Love из Назад в Будущее. Мне вообще нравится, что это на Алдо в первую очередь заточенное. Потому что в начале ты слышишь NSYNC bye-bye-bye. Это то, что я записывал в свои 12 на VHS со своей подругой сегодня. Это не вспомнят. Это далекие 90-е. А, ну, Назад в Будущее я не знаю. Сегодня смотрят. Знают настолько же хорошо про Марти Макфлай сегодняшнее поколение, как мы не в курсе. Поэтому мне нравятся вот эти триггеры, эти звоночки, которые были. Ну и, конечно, вот начало уже задан тон с первым же камео. Когда Кевилл поворачивает. Я такой, ах, ребята, вот вы так играете, настолько. Понимаете, они вот вступили в этот диалог. Что делает Дэдпул? Он нам говорит, да, здесь режиссеры, сценаристы, вы, зрители, вы. Вот как вы обычно представляете себе и то, что вам никогда бродюсер не дает. Здесь вы это получаете. Ты такой, ну круто, я сел на эти сани. Давай, кати меня дальше. Что ты дальше мне покажешь? Ну и то, что мы и так знали уже, этот костюм. Но я не думал, что он настолько бэдэс будет в конце. Потому что, когда он уже одел на себя и маску, он выглядел просто охерительно. Вот когда они прошлись этим торнадо вместе через всех этих Дэдпулов, выглядел он просто невероятно мощно. Сумасшедший. И каждый раз задавался вопросом. Пожалуйста, почему вы сразу не хотели канон из комиксов делать? Как и когда, конечно же, дальнейшее, куда более мощное камео, которое началось. А я имею в виду камео сразу этих нескольких людей. Ты такой заходишь, такой, твою мать, Электро, твою мать. И вот твою мать у тебя продолжается. И вот этот момент, когда ты не понимал, когда раньше, давно я смотрел Людей Икс. Почему нет Гамбита? И такой, почему нет такого козырного персонажа Гамбита? То есть все твои фантазии, ну и он здесь нормальный, каноничный, с Весли, с Найпсом, Блэйд. И ты такой, можно еще один сольник с ним? Не с Махершала Али? Какой-то сомнительный, уже там же есть инфа про него. Что, скорее всего, это будет дерьмо, которое захейтят все. И дело не в Али, а в том, как делают фильм. Блэйд, это тоже, опять же, воспоминания олдов. Потому что я сразу, опять же, вспомнил те самые времена, те самые годы. Это ровно те же лет 12 мне. И мы делали вот эти, сзади, татуировки этих вампиров из первого фильма про Блэйда. Диакон Фрост. И слушайте, Снайпс ведь хорош. Как минимум здесь, они же, помните, в конце здесь фильме говорят, что... А вы можете вернуть тех людей, которые там, сюда как бы подтянуть? И мы видим, что девчонку вытащили из Логана. Есть надежда, что Снайпсу тоже дадут возможность, то есть Блэйду, хотя бы здесь быть, то есть в сиквеле, в продолжение тандема Росомахи и Дэдпула, чтобы Блэйд еще себя показал. У Снайпса есть порох в пороховнице. И явно они еще подтянут, еще будут камео в следующей серии. Да? Кэп. Ну, про Кэпа я знал про это камео, да? Но все равно это было роскошно. И после титровая сцена, может кто-то из вас не видел, которая Дэдпул доказывала, что не он виноват в смерти Кэпа. Короче, кайф, кайф, постоянный, огромный кайф. Одно удовольствие получал я каждую секунду от того, что происходило на экране. Это история с ТВА и безумством, которое там происходит постоянно. Ну, кто смотрел Локи, как бы и не удивляет, что там безумство постоянное происходит. Эти ребята не то, что контролируют ветки. Они, по-моему, все делают, чтобы эта вселенная просто уничтожилась в итоге каждый раз. Наша главная антагонистка, да, то порождение матери Ксавьера мне понравилось. Мне понравилось. Вначале она как бы не раскрывалась. Мне она понравилась. Серьезно. Мало экранного времени, конечно, ей было уделено. Весь этот вайб безумного Макса. Это гигантский труп муравья. Тут, понимаете, еще раз говорю, это обращено вот именно людям. Ты как бы пришел сюда вот на аттракцион воспоминаний, знаете. Это такой вечер встречи выпускников через 20 лет. Вот как сделано было здесь. И правильно. Поэтому как бы сценарная часть не особо важна. Чего немножко не хватило, да, это то, что все происходило в одной локации. Все это действие практически происходило в одной локации. Хотелось больше их перемещений. Но опять же, теперь вопросов нет со сборами. Во второй части они смогут разогнаться и уже быть в других местах. Никаких вообще нету минусов для меня, для вот любителя MCU. Да, вы знаете, кто меня знает, да, я проводник мира искусства кино. Я очень люблю кино как искусство. Я разбирал здесь Феллини, мой любимый режиссер Кубри. Но я всегда отделял кино как искусство. Кино для массового зрителя. Но бывает глубокое кино и киноаттракцион, MCU, оно не пересекается. Это три параллели, как я всегда говорил. Разные миры. И странно, люди, когда они, люди, которые любят кино как искусство, вдруг просто не воспринимали MCU. Почему? Это просто другая параллель, совсем другая, которая возвращает тебя в детство. Которая делает тебя тем самым ребенком, который вспоминает все те самые невероятные моменты. И на секундочку ты хочешь, на минуточку быть им. Вот здесь это подарок фанатам, изголодавшимся за эти годы в пустыне фанатам. Получите то, что вы хотели. Все эти версии Дэдпула, это же надо, это именно, вот я еще раз говорю, весь лор для фанатов. Это же надо было так заморочиться, чтобы сделать все эти версии охренительно. И вся эта сумасшедшая история на этом псе. И в конце, как он это тело таскает другого Дэдпула и такой, я тебя вытащу, прикрываясь дальше им. И этот юмор Дэдпуловский здесь, мне показалось, гораздо вышел на еще больше уровень, чем во второй части. То ли у меня такой в тот момент был, тогда меня не зацепило. Здесь юмор прямо держался постоянно на уровне, и это было очень смешно. Ну и это вот тот редкий случай, обычно МСУ я ругаю, знаете, когда нет в финале драматургии. Когда ты очевидно понимаешь, что герой должен был умирать, а он снова спасается. И такой, блин, ну здесь-то можно было выпилить героя ради драматургии. Это тот самый, сука, первый раз, когда как бы ты не спрашиваешь, почему в конце они оба выжили. Потому что ты не хочешь, чтобы они умирали. Первый раз ты говоришь, да, здесь драматургия, выкиньте ее в мусор, пожалуйста. Нам нужен сиквел этой херни. У нас ничего давно не было. Мы уже в пустыне, сука, какой год. Поэтому мы без сиквела не выживем. Короче, видите, детские такие эмоции реальные. Какие должен дарить такой фильм? Кайф, кайф и еще раз один кайф. Больше ничего. Поэтому поздравляю вас, если вы тоже это все любили и смотрели. Наконец-то воздаяние пришло к нам. И самое главное будет сиквел. На этом все, хватит одни эмоции здесь. А здесь другого не будет. Здесь же не будет глубокий разбор от гражданина-режиссера. Правда? Здесь будут эмоции. Им тоже бывает время. Ну, а вы были на канале Что Посмотреть. С вами был ваш проводник Мира Искусства Кино, гражданин-режиссер. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok